здравствуйте маленькая кухня звучит для хозяйки настоящий приговор это значит у нас не будет ни полноценной обеденной зоны не в нормальной рабочей поверхности некуда вставить технику и мы начинаем просто хвататься за голову в поисках хорошего проектировщика кто бы нам сделал классную современную и при этом красивую кухню на маленьких маленьких метров маленькая кухня это 5-7 метров и сегодня я вам расскажу как сделать маленькую кухню функциональной современной красивой удобной настоящим островком мечты надежды и кулинарных воплощений для всех ваших идей первый способ сделать кухню большой но при этом в маленьком пространстве это использовать только светлые тона например как в этой кухне либо белые почти белые пудровые кремовые никаких рельефных рисунков никакого мелкого или крупного принта никаких ярких кричащих узоров лишь светлые абсолютно тона которые способны увеличивать пространство насыщать его светом кислородом свежим воздухом и визуально кухня будет казаться просто легче второй способ это встраиваемая техника вообще в идеале лучше всего всю технику встроить при этом не старайтесь попасть тон в тон пускай они будут контрастировать но вся техника должна быть максимум встроена в вашу кухню это сэкономит пространство опять-таки визуально вы можете обратиться к нашим консультантам салоны магазины пинск древ и здесь вам помогут с помощью наших консультантов современных программ подобрать модули таким образом чтобы полностью скрыть вашу технику кухоньки лучше все-таки использовать только самую основную технику бытовое духовой шкаф варочная поверхность холодильник посудомоечная машина сейчас они есть очень миниатюрные поэтому определитесь четко что вам действительно необходимо в плане вашей бытовой техники исследуйте только вот этому плану тогда вы сможете и сэкономить деньги на вот этой технике и сэкономить пространство в вашей маленькой небольшой кухне еще один способ это многоуровневая кухня такие кухни многие производители предлагают как-то за дополнительную плату да потому что они идут у нас до самого потолка это дополнительная индивидуальная разработка которая естественно увеличивает и цену готовые изделия но у нас вы можете сделать как кухни по индивидуальному заказу с вашими особенными какими-то размерами да с вашим видением либо вы можете сделать многоуровневую кухню но со стандартными модулями она будет стоить точно также как обычная кухня да просто вы платите за дополнительные модули но при этом вы получаете очень современную кухню кухонный гарнитур многоуровневый с антресолями но вам в этом случае нужно избегать очень узких модулей лучше они должны быть именно широкими и без каких-то вот дополнительных рисунков тогда будет и расширяться пространство но и представьте сколько предметов можно поместить вот на эти антресоли каких-то таких которые вы не используете каждый день тоже там пельменицу или тестомешалку вы туда положили забыли и там перед пасхой что-то достали когда-то вы там наводите порядок либо готовите там перед новым годом какое-то свое традиционное блюдо посмотрите обязательно в наших салонах какие варианты мы предлагаем какие кухни у нас есть посмотрите в интернете какие-то идеи которые могли бы подходить к вашей кухне и обращайтесь обязательно к нашим консультантам следующий пункт это правильно геометрические формы следует отказаться от округлостей от каких-то вот ажурностей и сложных геометрических неправильных форм отдайте предпочтение простым прямым линиям и углам следующий способ это продуманная организация места здесь уже для того чтобы осуществить вот в эту правильную планировку вашей будущей кухни обязательно нужно обращаться в наш салон потому что человеку-новичку будет довольно таки сложно сориентироваться в этом море каких-то новых инноваций технологий которые способны вообще вообще по-другому посмотреть на вашу кухню раскрыть ее таланты то есть визуально она выглядит будет очень просто до лаконичной формы прямые линии минималистический дизайн все как мы говорили чуть выше но внутри окажется что не очень много интересных примочек и нюансов например вы можете отказаться от половины своих выдвижных ящиков как в этой кухне например мы открываем один большой выдвижной ящик а в нем есть еще один потайной визуально вы получаете очень простую конструкцию да не отягощенную большим количеством выдвижных ящиков но с другой стороны вы имеете два выдвижных ящика как вам и хотелось сюда например для столовых приборов визуально уменьшает вот эту вот нагруженность всей готовой конструкции еще одна современная примочка в плане фурнитуры крепежной кухонь это подъемный механизм посмотрите какие они бывают разные и как ими удобно пользоваться плавно я открываю одной рукой да можно даже ее закрыть если рука мокрая не хочется касаться фасадов она сама на доводчиках закроется бесшумно при этом мы можем ее открыть ходить здесь передвигаться туда-сюда переставлять наши кастрюли чайники не задевать при этом головой не ударяться никому не мешать есть также здесь функция мультипозишн то есть можно зафиксировать ее в любом положении по траектории и закрывание или открывание причем такие подъемные механизмы вам бывают разные посмотрите например как здесь он уже сделан абсолютно по-другому какой выбрать лучше вам это вы посоветуйтесь с вашим консультантом в нашем салоне пенсбери то стоит их выбирать по критериям цены по критериям уместности вашим кухонном гарнитуре ну и в принципе по каким-то личным предпочтениям каким вам удобнее пользоваться еще один способ сэкономить пространство и добавить ему функциональности это карго выдвижные такие системы бутылочницы куда можно поставить там приправы например или узкие предметы тарелки крышки бутылочки эти каргу можно установить и между окном и холодильником между холодильником и рабочей поверхностью возле плиты абсолютно в любом пространстве в любом свободном месте но заметьте насколько они функциональны сейчас также очень популярные бутылочницы которые мы тоже предлагаем это выглядит и красиво и использовать их можно не только для бутылок до положить туда какую-то мелочь может быть полотенце свернуть тоже это будет смотреться очень красиво и уместно есть у нас также и выдвижные системы для открывания дверей чтобы вы могли открыть сразу две двери либо можно использовать выдвижные системы и задействовать дальние углы то есть вы открываете дверь и вам уже все полки выезжают так чтобы вы могли использовать самые дальние углы в ваших модулях что тоже добавляет вам именно функционального пространства в кухонном гарнитуре еще один способ как сделать кухню больше если она совсем маленькая это все-таки отдать предпочтение современному интерьеру именно современный дизайн с его лаконичностью скромностью где-то даже аскетичностью ничего лишнего никаких лишних предметов интерьера декорирования никаких там даже если у вас есть какая-то своя личная коллекция тарелок или еще чего-то из кухни это все лучше убрать и кстати цветов в плане палитры до использовать на кухне маленькой стоит только два основной и дополнительный в любом случае они будут разбавлены какими-то другими оттенками в виде там бытовой химии тарелок чайников кастрюль приборов и так далее но вы должны использовать на своей маленькой кухне всего два это основной и дополнительный тогда вы тоже сможете сэкономить пространство еще если вы хотите сделать вашу кухню более аккуратной не забирать вот лишние метры или даже сантиметры то откажитесь от открытых полок и ящиков потому что они тоже скрадывают пространство и плюс конечно же это большой соблазн превратить эти открытые полки в просто такое сборище какого-то хлама мелочи и салфеток сахарочков кофе поэтому постарайтесь убрать все открытые ящики и полки это тоже сэкономит вам место пространство и даже денег использовать наличие барной стойки таким способом вы можете сохранить себе пространство сделать больше рабочую поверхность вашего кухонного гарнитура избавиться от обеденного стола поставить себе барные стулья и таким способом у вас получится и обеденная зона и рабочая поверхность если у вас например есть возможность поставить небольшой остров да например как в квартире студии оформить зонирование тогда можно приобрести в дополнение полубарные стулья они не такие высокие поэтому вам будет удобно даже не только там за обеденным столом или за барной стойкой вам будет удобно даже за самим кухонным гарнитуром там где у вас рабочая поверхность вы можете просто отдохнуть посидеть и выпить чашечку кофе ну что ж сегодня мы рассмотрели 9 моих способов как увеличить кухню если она совсем маленькая или даже микроскопическая напишите в комментариях какие способы знаете вы какие способы вы использовали при проектировании своей кухни или что чаще всего происходит на самом деле каким приемом вы пришли потом когда уже попользовались кухней пару лет и поняли что можно было бы сделать изначально лучше обязательно напишите комментариях свои идеи потому что это поможет в будущем нашим клиентам сделать проект кухни таким о котором они действительно мечтали и не пожалеть об этом через какой-то там год два или три ведь как сказал один из известных итальянских архитекторов джованни лоренцо бернини наибольшей бахвалы заслуживает тот архитектор который сумеет соединить постройки красоту с удобством для жизни поэтому приходите в наши салоны пинзагрир соединяйте красоту удобство для жизни и наслаждайтесь каждой минуткой на вашей прекрасной хоть и очень маленькой кухне спасибо за внимание всего доброго кухне а еще кстати подписывайтесь на наш канал нажимайте колокольчик а вы подписались на наш канал а ты скучновато да маловато сначала все давай сначала все